После формирования концептуальной схемы данных в рамках некой семантической модели, следующим шагом проектирования является построение логической схемы. Мы помним, что концептуальная схема на основе какой-либо семантической модели не ограничена какой-либо конкретной моделью данных, например, реляционной или иерархической или какой-либо еще. И поэтому процесс логического проектирования заключается в том числе в том, чтобы преобразовать концептуальную схему данных к схеме данных в рамках какой-либо модели, которую мы захотим выбрать на нашем конкретном случае. Если говорить о ER-модели в качестве семантической и реляционной модели в качестве той модели данных, которую мы хотим дальше использовать для нашей базы данных, то преобразование ER-модели к реляционной модели данных может быть во многом автоматизировано. И в этом случае наша логическая модель данных должна содержать построенные на основе семантической модели набор отношений, определенные первичные и внешние ключи. То есть фактически мы должны определить в терминах реляционной модели нашу семантическую модель. А поскольку родовыми структурами реляционной модели являются лишь отношения, а ограничения целостности определяются как первичные и внешние ключи, то мы должны все эти структуры и определить в рамках построения логической модели данных на основе концептуальной. Раз мы говорим о том, что переход от концептуальной модели к логической может быть в достаточной степени автоматизирован, то очевидно должен быть набор правил, по которым мы должны преобразовать концептуальную модель к логической, ну или в нашем случае к схеме отношений. И для этого случая мы говорим о том, что есть этот набор правил, он формируется в следующем образом. Итак, первое простое правило, что каждый простой тип сущности отображается в отношениях. То есть простым типом является такой тип сущности, который не является супертипом или подтипом. Поэтому чуть попозже поговорим. Атрибуты в ER-модели отображаются чаще всего в атрибутах отношений, но здесь мы должны помнить, что поскольку атрибутами типов сущности в ER-модели могут не иметь типов, то очевидно, что в процессе отражения атрибутов типов сущности ER-модели в атрибутах отношений к революционной модели, мы должны явно указать типы, поскольку это является обязательной для революционной модели. Дальше компоненты уникального идентификатора для ER-модели должны сформировать первичный ключ в отношении. Тут все тоже достаточно понятно. Связи один к одному и один ко многим должны отразиться в виде внешних ключей. Тут тоже очень много аналогий, поэтому достаточно понятно, что здесь имеется в виду. А вот связи многие ко многим, как мы уже смотрели на примере, должны сформировать новые промежуточные отношения, которые будут содержать внешние ключи к типам сущности, или в данном случае уже отношениям, описывающим какие-то типы сущности из ER-модели. И при этом все оба этих внешних ключа должны иметь, должны составлять первичный ключ вот этого сформирования дополнительного отношения. Продолжение следует...